Видео уроки фотошопа Ну что же, давайте приступим В первую очередь нам с вами необходимо выделить тот объект, который у нас не будет размываться В данном случае это у меня фонарь Для того, чтобы его выделить, я воспользуюсь очень удобным инструментом Это режим быстрой маски Найти его можно вот здесь вот под квадратиками палитры Вот здесь вот находится такой вот значок Щелкаем по нему И у нас включается режим работы с быстрой маской Теперь выбираем инструмент кисть Обязательно убедитесь, чтобы у вас прозрачность и нажим для нее стояли на 100% И также убедитесь, чтобы кисть у вас была со 100% жесткостью Теперь немножечко увеличим изображение, чтобы было удобно работать И при помощи кисти начинаем закрашивать наш фонарь Вот таким образом Если вы где-то выделили что-то неаккуратно Например, вылезли за границу, не переживайте Просто возьмите ластик Также убедитесь, чтобы он у вас был жесткий И прозрачность нажима у него также была на 100% И просто сотрите с его помощью ненужные участки выделения Вот таким вот образом Как видите И теперь можно при помощи кисточки продолжать работать дальше Ну что ж, нам с вами таким образом необходимо Обвести весь наш фонарь Чуть-чуть увеличу изображение И проработаю более мелкие детали Маленьким диаметром кисточки Ну что ж, уважаемые друзья Я закончил выделение нашего фонаря В целях экономии времени урока Я не стал показывать вам весь процесс Здесь нет ничего сложного Я просто аккуратненько проработал все контуры и мелкие детали Вот что у меня в результате получилось Как видите, здесь у меня была еще какая-то палочка Я ее тоже на всякий случай выделил Ну что ж, теперь давайте выключим режим быстрой маски Опять щелкнем вот сюда на иконку И у нас с вами загружается выделение, как видите Теперь давайте инвертируем данную область Переходим в пункт выделения Инверсия И теперь продублируем получившийся участок на новый слой Нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре И как видите, на новый слой у нас с вами поместился только фонарь Фон у нас остался снизу Теперь нам с вами необходимо размыть нижний слой Если он у вас заблокирован и напротив него стоит вот такой вот замочек Просто щелкните по нему два раза левой клавишей И нажмите в получившемся окне клавишу ОК Давайте также сделаем дубликат этого слоя Нажимаем комбинацию Ctrl-J Чтобы в дальнейшем мы с вами могли посмотреть на результат И теперь переходим в пункт фильтр Выбираем здесь размытие по гауссу И размываем наш фон настолько, насколько захотим Но лучше всего использовать небольшие радиусы Примерно 3-10 пикселей Ну 10 это уже наверное будет чересчур Как видите, наше изображение уже смотрится не очень естественно Поэтому давайте поставим где-нибудь 4 пикселя Вот так вот оставляем И нажимаем клавишу ОК Как видите, в принципе, наше изображение уже смотрится довольно неплохо Единственное, у нас появилась проблема на контурах нашего фонаря Если бы приглядеться, появились кое-где вот такие вот некрасивые свечения и ореолы Нам с вами необходимо от них избавиться Для этого давайте возьмем инструмент палец Вот он у нас здесь находится Интенсивность поставим для него примерно 20% Жесткость будет 0 и размер примерно 35 пикселей Начинаем аккуратно убирать эти ореолы под наш фонарик Вот таким вот образом Просто смещаем вот эти участки Так сказать, заправляем их под наш фонарик Также здесь Как видите, в тех участках, где я прошелся при помощи инструмента палец Ореолов у меня нет И изображение смотрится естественно и натурально уже Вот таким вот образом И также прорабатываем нижнюю часть Спускаемся дальше Также здесь И с другой стороны Здесь это вот особенно заметно Вот так Также, как видите, у нас здесь есть небольшая палочка И на ней тоже видны ореолы Поэтому возьмем здесь палец с диаметром поменьше И также аккуратно этот участок проработаем Заправим эти ореолы под нашу палочку Вот примерно так И так же здесь Вот примерно так можно оставить Давайте посмотрим на наш финальный результат Я объединю вот эти два слоя Которые у нас с вами появились в процессе работы В отдельную группу Выбираем оба зажатой клавиши Ctrl И дальше нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре И посмотрим, что получилось Итак, вот фотография, которая у нас была в самом начале работы И вот с размытым уже нами фоном Как видите, до и после Надоело быть чайником в фотошопе? Получите бесплатный базовый курс Photoshop-античайник Жмите на кнопку «Получить курс»